Доброго времени суток, уважаемые зрители, подписчики и гости нашего канала! Вы смотрите Польза и Вред. И сегодня мы с вами поговорим о вреде и пользе скандинавской ходьбы, ну или ходьбы с палками. Всем известно, что спорт и упражнения – основа здорового образа жизни. Любая активность помогает мышцам оставаться в тонусе, поддерживая костный корсет тела, позвоночник и расположение внутренних органов человека в естественном состоянии. Занятия увеличивают циркуляцию крови и улучшают самочувствие. Существует много разнообразных видов спорта, но в основном они рассчитаны на полностью здоровых людей. Скандинавская ходьба подходит для неограниченного круга лиц, как для активных и крепких спортсменов, так и для детей. Пожилых или страдающих лишним весом граждан, людей после перенесенных операций и травм. Что это такое скандинавская ходьба? Скандинавская ходьба или финская ходьба или северная ходьба – это вид любительского спорта, в котором человек ходит, опираясь на специальные палки. Такой инвентарь напоминает лыжные палки, однако между ними имеются существенные отличия. Например, палки для скандинавской ходьбы короче, чем для лыжных гонок. На острые имеется прочный наконечник, чтобы смягчать силу удара, а поверхность основания – асфальт, лед, снег или грунт. Отталкиваясь палками во время ходьбы, повышается нагрузка на верхнюю часть тела и увеличивается расход энергии. В скандинавской ходьбе содействовано 90% всех мышц человеческого организма, в отличие от обычной ходьбы – 70% и от бега – 45%. Вместе с тем, опираясь на палки, снижается ударная нагрузка на суставы и связки, увеличивается способность человека преодолевать препятствия, горная местность подъема и спуски. Людям, которым тяжело дается длинная дистанция или тем, кто устал в процессе путешествия, всегда можно остановиться и восстановить дыхание и силы, если облокотиться на палке. Скандинавская ходьба относится к кардионагрузкам. Она тренирует сердечно-сосудистую систему, повышает обмен веществ, способствует похудению, укреплению мышц опорно-двигательного аппарата. Скандинавская ходьба получила широкое распространение во многих странах мира. Сначала об этой дисциплине узнали скандинавские страны – Германия и Австрия. Там, в конце 90-х, начали разрабатываться маршруты для путешествий и проводится исследование влияния ходьбы с палками на здоровье человека. Сегодня в Международную ассоциацию скандинавской ходьбы ходят более 20 стран, а обучающие занятия проводят инструкторы в 40 странах мира. В России популярность скандинавской ходьбы растет с каждым годом. Все большее количество людей встречаются на прогулках с характерным для этого вида спорта инвентарем. Однако есть и такие, кто еще не осведомлен обо всей простоте, пользе и благоприятном влиянии ходьбы с палками. Так все-таки давайте посмотрим на пользу занятий скандинавской ходьбой. Как уже было сказано, скандинавская ходьба – это универсальный вид спорта, который подходит для любого человека, способного ходить. Единственным противопоказанием занятий может служить только лишь предписанный врачом постельный режим. Скандинавская ходьба принадлежит к упражнениям общей физической подготовки. Спортсменам она помогает разнообразить кардиотренировки и добавить нагрузку на мышцы верхней половины туловища, а больным быстрее восстановиться после перенесенных травм и операций. Ходьба с упором на палки дает возможность пожилым людям или лицам с лишним весом увеличить свою двигательную активность. Польза скандинавской ходьбы – одновременное упражнение всех групп мышц. Безопасность суставов и связок. Снижение давления на подзвоночник. Повышенный расход энергии способствует похудению. Тренировка сердечно-сосудистой системы. Простота использования. Достаточно иметь лишь специальные палки, а маршрут выбираете вы сами. Занятия можно осуществлять в любое время года. Тренировка координации и равновесия. Улучшает осанку. Повышает объем легких. Увеличивает снабжение крови кислородом. Занятия на свежем воздухе оздоравливают организм в целом. Избавляют от депрессии и бессонницы. Лечение и профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата. Но давайте теперь поговорим о вреде скандинавской ходьбы. Однако необходимо учесть, что слишком интенсивные нагрузки и маршруты скандинавской ходьбы для неподготовленных ходоков могут принести бред организму. Лицам с серьезными заболеваниями перед началом тренировок необходимо проконсультироваться с лечащим врачом. Путешествие с палками стоит начинать с малых дистанций, постепенно увеличивая расстояние и количество занятий в неделю. Важно помнить, что наибольший эффект достигается, если обеспечить регулярность тренировок. Занимаясь скандинавской ходьбой с правильной техникой движения, можно добиться выдающихся результатов. Поздоровиться, похудеть и приобщить всю свою семью таким легким и веселым тренировкам на свежем воздухе по живописным местам округи. А у нас все на сегодня. Выразить свое мнение, либо же поделиться с нами своим личным опытом, можно в комментариях. А с вами был канал Польза и Вред. Если вы еще не подписаны, то подписывайтесь. И с нами вы узнаете еще много полезной, а главное важной информации. А я же всем говорю спасибо за ваши оценки к видео и всем до свидания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!